Вот тема, скажем так, моя, которую досталось мне рассказать, это про аргоноплазменную коагуляцию. Сначала бы хотел спросить, а много людей аргоном пользуется? О, я тоже люблю. Олег Борисович не любит аргон. Ну, не надо так. Нет, но пользуется редко, но тем не менее, есть нюансы, скажем так. Значит, ну, чем эта система хороша? Тем, что, скажем так, вот у меня есть баллон с аргоном, ему уже год, наверное, да? То есть я его не менял, но тем не менее, еще работаем вполне спокойно. И что такое аргоноплазменная коагуляция? Ну, это электрохирургический метод, где используется переменный ток, и подается он посредством ионизированного аргона. Это такие красивые слова, сухие термины. А что за этим стоит? Давайте посмотрим. Это высушивание ткани, да, коагуляция. Это потеря электропроводности на поверхности ткани и смещение плазмы в соседнюю область наибольшей токопроводностью. Это очень интересные слова. Давайте попробуем разобраться, о чем это. Мы сняли тоже несколько экспериментальных фильмов. Но если мы на них посмотрим, мы увидим, как распространяется вот эта электрическая дуга в ионизированном потоке аргона. И, как вы можете здесь видеть, что аргон не бьет в одну точку, он бьет в ткани, которые еще здоровые, да? При этом вызывая их карбонизацию и увеличивая глубину, стягивая, как бы, да, за счет высушивания ткани. Если даже вы будете направлять в одну точку, он всегда будет распространяться в сторону наибольшей токопроводности, да? Это о чем говорит? Что если у нас есть сосуд с активным кровотечением, вы будете останавливать кровотечение, он всегда будет бить на эту струю. Соответственно, вы не получите того механизма, чтобы заварить вот этот сосуд. То есть, для того, чтобы воспользоваться при кровотечении, скажем так, аргоном, вам необходимо сбить это кровотечение. То есть, грубо говоря, обколоть, сбить вот эту струю и после этого заварить аргоном этот сосуд. Это первый момент. Дальше. Распространение электрической дуги мы уже показали. Аргоноплазмная когуляция. Это, если посмотрим на все эффекты, которые написаны вообще в руководствах, которые оказывает сам аргоноплазмная, то здесь написано и термическое воздействие, и дивитализация тканей, ну и так далее. Их всего здесь пять эффектов. Но в плане эндоскопии нам важно, наверное, всего два. Это деструкция тканей, да, и, соответственно, когуляция. То, для чего, собственно говоря, этот метод и был придуман. В плане наших активных применений, то это кровотечение, это диссекции, это, скажем так, реканализация или деструкция тканей. Это, скажем так, когуляция диффузных и острых кровотечений по всему желудочно-кишечному тракту и так далее. Список достаточно большой, где мы его можем относительно безопасно применять. Что касается воздействия на ткани, значит, смотрите, по времени аппликации, соответственно, чем больше время воздействия на ткани, соответственно, больше глубина проникновения аргона. Ну, в принципе, все логично. Единственное, есть так называемый режим пресайса, которым Алексей уже, скажем так, упоминал, который имеет ограниченное время воздействия, и оно, скажем так, регулируется способом обратного взаимодействия, скажем, с электродом. Здесь мы попробовали подобрать мощность и время воздействия. Вот в данном случае вы увидите воздействие 30 Вт. Ну, соответственно, чем дольше воздействие, то, соответственно, больше глубина проникновения терраса. И 30 Вт на коротком расстоянии дает достаточно такой маленький эффект прогревания ткани. И использование 40 Вт – это различие уже становится более значимым. И вот вы на слайде можете видеть, насколько сразу глубина увеличивается. То есть, соответственно, если мы имеем под собой основание для того, чтобы вызвать деструкцию ткани, мы применяем большие мощности и более продолжительное время воздействия. Если обратите внимание еще на одно обстоятельство, это расстояние вот этого зонда от ткани, оно где-то 2-5 мм необходимо для того, чтобы вызывать все те эффекты, которые мы здесь с вами наблюдаем. Сейчас вы будете видеть эффекты на 50 Вт, более глубокое поражение сразу. И, соответственно, чем дальше зонт находится, тем больше тогда мы должны объем газа подавать в минуту. Дальше. Расстояние от зонда. Вот то, что мы сейчас с вами разговаривали. Вот видно, чем дальше зонт находится от ткани мишени, тем меньше эффект начинает проявляться. Соответственно, требуется либо больше газа и, соответственно, больше напряжения для того, чтобы вызвать подобный эффект. Еще очень интересный такой клинический аспект, который мы для себя отметили, это наличие разных зондов. Оказывается, они не просто прямые, и большинство из потребителей, скажем так, которые пользуются органоплазменной коагуляцией, вот такие зонды типа бокового и, соответственно, с круглой струей, в принципе, не воспринимают и никогда не покупают. В принципе, здесь все логично нарисовано. Если прямой зонд, он может использоваться универсально везде, собственно говоря, да, то боковой зонд, как бы только в каких-то сложных ситуациях, когда нужно сбоку закруглировать, ничего подобного, мы привели несколько таких же манипуляций с этим зондом. Ну, здесь показано традиционное его воздействие. Чем оно хуже? Для вот этого способа необходимо расстояние от ткани до зонда. Тогда, когда зонд будет прикасаться к ткани, он может вызывать потоком воздуха разрыв ткани и, соответственно, попадание аргона под слизистый слой, разрыв этих сосудов, и можем получить то же самое кривотечение. То есть мы должны с ним работать крайне аккуратно в этой области. Но у нас есть такая опция, как зонд боковой, когда мы работаем в очень узких пространствах, скажем, в кишке или в двеносперстной кишке, когда мы используем вот этот боковой зонд, мы его просто прислоняем ткани, и при этом не происходит разрыва этой ткани, попадание газа под слизистый слой. Многие, наверное, наблюдали вот этот эффект, когда использовали. Мы можем работать им и как боковым зондом, то есть коагулируя, и так, как обычным зондом, прямым, непосредственно приживаясь к ткани. При этом угол направления вот этого бокового зонда практически никакого значения не имеет. То есть мы можем его поставить даже таким вот образом, прижав к сосуду, и выполнить аргон плазменную коагуляцию. При этом мы получим тот же эффект, который мы и ожидали от обычного прямого зонда. Ну, то есть, по сути, вот эти два последних, боковой и круговой, круглые, да, они являются такими контактными зондами, когда вот прямой зонд, он является, ну, предназначен для бесконтактного коагулирования. Ну, и несколько клинических случаев применения, скажем так, аргоноплазменной коагуляции в нашей практике. И вот пациент с опухолевоходного отдела желудка, это низкодифференцированная адренкоарцинома, пациент был признан неоперабельный, ему мы поставили стенд, выходной отдел желудка. Пациент – это был родственник сотрудника, они сами, вся семья хирурги. В принципе, очень достаточно хороший уход за этим больным. Соответственно, через пять месяцев он появился у нас снова, уже с другой проблемой, проблемой прорастания этого стенда опухолевой тканью. Ну, и, соответственно, наша задача в данной ситуации было выполнить реканализацию этого стенда. Вот вы видите, как установлен первичный стенд, вполне проходим. Установлен нормально, правильно. Я буду немножко провисствовать, чтобы время так сократить. Ну, и, соответственно, вот эта картина, когда пациент нам пришел снова через пять месяцев. Мы видим, что полностью стенд зарос опухолем, мы снова получили ту же, скажем так, дисфагию. Ну, и, соответственно, дальше мы прибегли к такому способу дивитализации ткани, как аргоноплазменная коагуляция. Скажу сразу, что это продолжалось где-то в протяжении часа-полутора. То есть мы выжигали последовательно вот эти вот все опухолевые ткани в этом стенде. Пробовали даже взять на каком-то этапе щипцы для горячей биопсии и провести дивитализацию ткани при помощи них. В принципе, когда мы имели достаточно крупные грануляции, это было вполне возможно. Но надо учитывать то, что сам стенд является металлическим и токопроводным стендом. То есть касание щипцов в этот стенд, собственно говоря, мы не знали, где эта электрическая дуга могла закончиться. Поэтому в этом случае мы использовали сам аргон. Еще больше скажу. Один из эффектов аргоноплазмы связан еще с тем, что он может пересекать нитинулые вот эти вот нити вполне спокойно. Потому что когда мы будем, ну если, скажем, возьмем нож для диссекции, он будет прогревать сам металл. И металл будет выступать в роли режущей поверхности. Используя аргон, как аргоновая сварка, мы можем просто, скажем так, фрагментировать вот этот стенд при помощи самого аргона. Ну вот видите, да, эффект, который мы наблюдали уже где-то минут через 40. Ну и, соответственно, дальше, используя аргоноплазменную коагуляцию, видите, при этом мы используем даже боковой зонт, чтобы не, чтобы, ну скажем, в узком пространстве мы могли соприкасаться с тканями. Ну и после дивитализации, вы видите, да, мы свободно убрали вот эту вот всю ткань, пробили канал в этом стенде и выполнили установку стенд-стенд. Ну, сейчас пролистаем немножечко вот этот момент. После установки стента, естественно, он был потом чуть-чуть спозиционирован более правильно, пациент прожил еще 6 месяцев, в принципе, достаточно свободно, самостоятельно питаясь. Дальше. Вы видели такой слайд, где были показаны различные режимы аргоноплазменной коагуляции. Это пульс или импульсный режим, да, так называемый форс режим коагуляции, ну и, соответственно, пресс-сайз режим коагуляции, так называемый. Но если вы обратите внимание на все эти точки, здесь очень четко показан эффект. Но самый первый и главный эффект – это та зона с наиболее коагуляцией, да, и зона прогревания тканей. Очень часто после, скажем так, нашего вмешательства, спустя какое-то время, вот этот вот ореол, который возникает здесь, он полностью восстанавливается, а зона, скажем так, самого ожога, ну или дивитализации, или же омертвейшей ткани, она находится вот здесь, в центре. Это было связано с проблемой так называемого похороненного барата при аргоноплазменной коагуляции, когда начали впервые это делать. Последняя методика, которая сегодня применяется, ну, благодаря компании РБ с введением раствора подслизистый слой, когда мы можем полностью сжечь вот эту слизистую, потом колпачком ее счистить, и такую манипуляцию безопасно повторять два раза за счет создания вот такой подушки безопасности. Здесь есть еще одни особенности, скажем, связанные с аргоноплазменной коагуляцией. Это показания для его применения в различных тканях. Ну, вот если обратите внимание на эту табличку, то здесь написано, что для желудка и прямой кишки больше характерно использование агрессивных методов аргоноплазменной коагуляции. Это импульсная и, соответственно, форскоагуляция. Тогда как есть такой режим, как прессайз, который используется для гемостаза в 12-перстной кишке, ну и, соответственно, в правых отделах толстой кишки, где имеется наиболее тонкая стенка. Для чего это нужно? Давайте попробуем, посмотрим вот на такой вот биомодели. То есть здесь мы используем сначала форс режим коагуляции. Мы видим достаточно мощный режим, получаем участок коагуляции. Дальше мы используем режим прессайз с различными эффектами. Их три. Один, два и три. Использование эффекта один, но фактически нам не дает никакой коагуляции. Тогда как использование эффекта три-пять дает нам уже коагуляцию без выраженного образования струпа и без глубокого проникновения. Еще больше скажу, что при сайз ограниченного времени, то есть вы не сможете нажать педаль и два часа его держать, аппарат начнет ругаться в какой-то определенный промежуток времени за счет того, что он замеряет уровень нагрева ткани. Соответственно, это снижает риск отсроченной перфорации. Использование такой режим, как импульсный, он в двух вариантах. Там короткий импульс, когда он будет вот так убить раз, два. И есть достаточно быстрый второй эффект. Это более агрессивные режимы, хотя они находятся между форс и... Ну, более агрессивные режимы и чаще всего применяются в основном только для деструкции ткани на сегодняшний момент. Дальше. Что такое режим пресайз? Мы с вами смотрели импульсный режим и посмотрели режим форс. Пресайз режим, если обратите внимание, сюда, очень деликатно когулирует стенку кишки. То есть, вопуляризация происходит ее и, соответственно, на этом основан гемостаз. При этом, если видите, стенка кишки глубоко не прожигается. Это очень важная обстоятельность, которую следует, скажем так, принимать во внимание, когда вы осуществляете гемостаз в лукице двенадцатиперстной кишки, в самой двенадцатиперстной кишке, ну и, соответственно, в правых отделах толстой кишки. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Я задам вопрос. Ты меня обвинил в нелюбви. Трибу сатисфакции. Какие показания для аргона видятся, Вал, Валерий Александрович? Чаще всего, скажем так, в нашей практике, ну, во-первых, это гемостаз. Самое первое, да? Нет, я бы не сказал. Это гемостаз, когда у нас нету явного струйного кровотечения. Это когда есть некая небольшая поверхность, скажем так, с таким диапидезным или, как там, капиллярным кровотечением, когда мы можем спокойно остановить. Раз. Второй момент – это после оперативных мешательств. Это дистекция, резекция и так далее. Когда мы видим большое количество сосудов, которые не кровоточат, но мы понимаем, что воздействие, скажем так, агрессивной среды, допустим, желудка или в толстой кишке может привести к эрозии стенки этих сосудов. Соответственно, здесь применение аргона, оно более обосновано. Тогда, когда мы боимся использовать, скажем так, щипцы для горячей биопсии с целью коагуляции, ну, это редкость, нечастая, скажем так, ситуация. В основном, даже изолений мы не пользуем, но в желудке стараемся пользоваться аргоном. То есть, я сейчас вот услышал прощение, то есть, основная же масса, наверное, эндоскопистов работает в больницах, ну, наверное, такого общего профиля, где регулярно бывают кровотечения ввозные, уринетная ситуация. То есть, из того, что сейчас прозвучало, я не услышал язвенное кровотечение. Язвенное кровотечение в нашем случае, скажем так, очень много различных средств, таких как клипирование, обкалывание. Когда мы видим, ну, струйное кровотечение, в принципе, этих методиков достаточно, да. Одна большая трудность – этот электронож, электроблок нужно брать с собой. Но когда идет речь о хронических, скажем так, язвах, да, когда мы имеем плотное дно, колезное, скажем так, да, которое свести к клипсу практически невозможно, введение раствора крайне бесполезное, да, вот в этом случае очень хорошо помогает аргоноплазменная коагуляция, и, соответственно, очень хорошо помогает использование вот щипцов для горячей биопсии. Раз. Второй момент – это… Ну, все, наверное. Вот, просто, свою точку зрения, скажу, то, что он меня не любви обвинил, я просто… Вот, откуда, наверное, взялась вот такая большая любовь к кровотечению к аргоноплазменной коагуляции? Все мы прекрасно знаем, нас, наверное, там, всех так примерно учили, что кровотечение останавливает в коагуляции плохо, потому что придавливаешь, коагулируешь, вроде не кровит, электрод отдираешь, тромб отрывается, опять кровит, и так до бесконечности. Да, действительно, это так. Но есть одно большое «но». Наши все учителя работали на каких блоках? Ну, скажем так, не на ярмах. Соответственно. Не было режима софт-коагуляции, не было кал-грасперов, щипцов, которые можно схватить, открыть, то есть мы в меньшей степени сдираем струб. И действительно, в этой ситуации бесконтактная коагуляция, она выглядит предпочтительно, мы не привариваемся. Но глубина проникновения очень небольшая, и поэтому я абсолютно согласен, что мы используем при лучевых проктитах, при каких-то диффузных кровотечениях. Ну, опухоль кровящая тоже используем, хотя это так не всегда приводит к нужному эффекту. Реканализация там действительно это удобный, достаточно безопасный метод. Но язвенное кровотечение – это очень спорный момент, потому что, ну, скажем так, у меня достаточно много негативного опыта, когда активное кровотечение, то, что Владимир Александрович говорил, наваривается сгустком на катетер и не позволяет заварить, собственно, сам сосуд. Пока ты не переведешь кровотечение в подтекание небольшое, собственно, эта коагуляция не дает того эффекта, который ты ждешь. А это не всегда, но не то, что может быть возможно, не всегда это время есть. То есть ты уже вроде взял катетер, уже хочешь гемостаз получить, не получается. Поэтому я считаю, что для меня аргон – это вот мы перечисленные методы гемостаза, такие диффузные, это пищевод Баррета, который действительно я ничего против радиочастотной являции не имею, но цена не сопоставима. Для нашей страны это просто неподъемная на сегодня история, поэтому аргон был и здесь остается, наверное, наиболее выгодным финансовым и достаточно безопасным и эффективным методом при всем при этом. Единственное, я хотел обратить внимание, что важный аспект, который был, это поток аргона. Иногда мы не получаем хорошие искры, начинаем добавлять поток. Чем больше поток, думаю, ну сейчас мы объем далеко. А когда мы, это часто бывает, ну в кардии, кем-то, миллори-вейсе, краевцы. Это миллори-вейсе тоже одно из показаний, в принципе, которое можно спокойно на аргоне установить кровь чили. Под углом стоим, поток-то идет вперед. Ни в бок, ни в стене, если прямой катетер, опять-таки, да, без шарика. И мы не получаем вроде бы обменения расстояния, но все равно надо очень близко под двигаться. Но я лично в своей жизни видел, слава богу, не у нас, но я как-то так один раз видел, один раз достоверно знаю, обосложнение разрыва желудка. Вообще, на фоне постоянной инсуфляции газа, то есть такой огромный поток, мы же глотку закрываем эндоскопом, среди у нее не идет. И вплоть до того, что разрывались желудки, такие дыры были, урго, приходилось оперировать. Кишки тоже, естественно, это опасно, у нее уходит больше, но и стенка тоньше. Вот здесь надо очень аккуратно, все время через паузы устраивать, десуфлировать этот газ. И только после этого опять приступать. Ну, а так-то на самом деле, просто показания, на мой взгляд, намного уже, чем зачастую, как бы, на сути, что любое кровотечение аргона можно остановить. Нет, вот щипцами сок коагуляции, на мой взгляд, приятных кровотечениях возможностей больше. Но другое дело, что заниматься выжиганием пищевода бар за щипцами, кто не будет. Сложно. Еще один момент в кишке, конечно, когда это правые отделы, когда со щипцами полностью упираясь в стенку, когда, скажем так, риск от срочной перфорации так уже высокий. Вы видели режимы пресайз, скажем так, которые можно использовать, они более безопасны, на наш взгляд. И мы, честно говоря, про режим пресайз, который можно использовать в правых отделах кишки после резекции, после диссекции, когда мы завершаем, выполняем окончательный гемостаз, так скажем. В этом случае, ну, скажем, использование щипцов для горячей биосемии, конечно, пользуемся, когда крупные достаточно сосуды, но больше предпочитаем, наверное, аргону в этом. Остановить. Есть еще вопрос? Да. В жале используемые в кишке, у нас не получилось нормально, чтобы делать как-то, когда начали операции, то есть, что у нас есть два перехода с потерянами. Один от активного микрона, слизистом, слизистом, а второй, с потерянами у нас от подушки пассивного микрона, в код. И вот когда мы только увлажнили подушку, она не была, в код. Увлажнили зеленым раствором, банально суропищевая, лучше, конечно, не рассказать суроп. Увлажнили подушку, и тогда поток аргоновой клазмы начал работать шикарно. То есть, вот, обращайте всегда внимание на в код. Если она сухая, тоже сухая, аргонная клазма банальна, не будет травой, будет проходить в код. Я сейчас отвечу. Но самого эффекта у этой короны не будет. Это раз. И второй момент, что касается кровотечения, в то же время утешает, по-сказому, как бы, они предъявят любитам слизиста. То есть, когда ты, прежде чем идти на когуляцию сосуды и парамазонную когуляцию, обязательно проверить, насколько эффективно работает их код. То есть, проснуться слизистой, где итак, не место, а в тройный отдел, посмотреть, насколько эффект когуляции идет мотивно в место. То есть, если это взрывает, какая-то когуляция, тогда, естественно, может уступать. Если это слабое, мощность добавить. И по поводу приваривания к когуляции в дворец, то есть высокочастотная хирург, это 86-го издание. И там, где нет, есть выделенные другие, реальные модели, вот, полярный электрор, охлаждающий, дезинфекционный. Вратите внимание на свои электрорные сливочные, которые называют. Есть головка маленькая, есть головка большая. Вот там большая, это охлаждающая. Он не даст приваривания, но даст потом глухие электроз через сутки в год. Вот я здесь не совсем с вами соглашусь. Вы сейчас говорите свой опыт. Какой у вас электроблок, генератор? Раньше работал на ВЧ-500, на Эрвене не дал. Вот. Я прекрасно понимаю, откуда вот это... О чем речь там? Да, потому что нет обратной связи. Аппарат сам заблокирует вам мощность подачи и прочее. То есть вы сейчас говорите о тех вещах, когда у нас нет обратной связи, он не меряет сопротивления. Поэтому ваши замечания абсолютно верны, но для блока немножко другого поколения. Здесь аппарат просто сам исчет определенный избыток мощности, который уже если труп нагорел, он не будет давать. А насчет смочить электрод, естественно, сухая кожа, хуже проводимость, само собой. Но это тоже опасный путь, потому что если не отследили, высохло где-то, остался у вас один мокрый участок, чем меньше площадь нейтрального электрода, тем больше прогрев ткани там идет. И отсюда и берутся эти ожоги как раз-таки на пассивных электродах. Почему сейчас компании, в принципе, ну скажу так, конечно, не могут категорически против, но они так очень мягко нас всех толкают на одноразово наклеившие электроды, потому что там мерят сопротивление между ними, как наклеен электрод. Криво, плохо, большая разница сопротивления на двух этих пластинах, одного электрода, я имею в виду, он не даст нам включиться просто. И, в принципе, честно говоря, когда мы посчитали, сколько в год нам надо этих одноразовых картин, ну что-то там 1040, по-моему, на год, ну, я не знаю, может, нелегко так обсуждать, но мне кажется, это, в общем-то, такая несущественная сумма в сравнении с многоразовыми. То есть здесь и они, кстати, уже такие с гелем, немножко там с клеем, они смачиваются, поэтому там проблем нет. С многоразовыми такая проблема, но смачивать тоже. Есть обратная сторона медали. Есть гель на русском тоже. Айвальевич, разрешите? Я бы, да, со стороны как бы производителя хотел бы добавить, что наши вот умные электроды, да, они, соответственно, измеряют сопротивление ткани. Если сопротивление ткани высокое, ткань сухая, то наша рекомендация, конечно, ткань смочить, но нужно четко отдавать себе отчет, что на мокрую ткань ни в коем случае никогда нельзя накладывать электрод. Когда вы ткань смочили, вы должны ее на сухо протереть. Соответственно, этим самым вы убираете ткань с поверхности, у вас остается ткань, жидкость, которая будет в ткани внутри, соответственно, которая будет улучшать проводимость. Но на поверхности поверхность должна быть сухая, то есть жидкость должна пройти дальше, не на поверхности. Если вы просто смочите ткани сразу на лошадь электрод, это категорически делать нельзя. То есть нужно именно на сухо протереть. очень большая разница в сопротивлении на самом электроне будет. И стихно ток потечет там, где вода. Это будет аж. Я даже больше скажу, что на этом электроде если обращали внимание, когда попадает влага, вот разовый электрод, и пытается второй раз, а туда влага попала. Или вы смочили, он там плохо стал работать. Когда вы отклеиваете этот электрод, там такой как гель образуется на нем, который потом уже при последующих наладживаниях уже мешает вам работать. Это сделано даже не случайно, а специально, когда избыточное количество влаги, она не растекается, она превращается в гель под этим электродом. Ну, это разве электроды защиты вот от таких полумиллилитра воды? Это, скажем так, в нашей жизни понятно, многие вещи от бедности происходят какой-то, но знаете, одного случая будет в практике достаточно, вот этого глюционного ожога бедра, чтобы, наверное, свою точку зрения не видеть. Слава Богу, это редко явление, слава Богу. Я не знаю, есть ли вы производители электрооборудования какая-то статистика, наверное, черт, мне просто даже интересно. Но это редко, но регулярно случается, я бы так сказал. Тяжеленные ожоги, плыть до ампутации конечно же происходит. поэтому ну опять легко говорить, давайте все перейдем на это, будем покупать как он там, Вая 3 сейчас самый последний двух, одноразовый электроды. Понятно, что этого не будет, но с другой стороны вот это смачивание электрода, я бы здесь тормознулся, бы проверил вообще в целом ситуацию как бы с контактами проводов, с контакта, чем смачивать электроды. это опасный путь, он работает, конечно, мы же повышаем, выгрили, понижаем сопротивляемость, но он еще раз, он такой опасный.